всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня посмотрим мнение мужчины его решение по поводу того кто прав а кто виноват вашей ситуации конечно мы начнем с того что посмотрим какая сейчас ситуация и когда споры когда недопонимание всегда есть желание найти виновата этого виноватого мы сегодня и посмотрим почему он так считает из-за чего его мнение поэтому описание ситуации что сейчас между вами здесь очень сложная ситуация восьмерка мечей и страхи здесь и недоверия луна и обманы и уже заложники каких-то очень сложных отношений в которых улучшения не намечаются и не получается а вот ухудшение хотя кажется куда уже хуже по ощущениям что лучше быть не может и если что-то может быть то еще какая-то более сложная ситуация или более серьезный спор или конфликт и по факту здесь даже объясняться общаться не получается здесь два человека которые по большей части по отношению друг другу молчат либо уже здесь очень долгая пауза либо очень долгое расставание давайте посмотрим основную причину основную причину основная причина она идет корнями из прошлого либо это начало ваших отношений либо еще до того как ваши отношения начались уже было понятно что ваши отношения они будут иметь очень сложные аспекты во взаимоотношения здесь корни лежат не на поверхности здесь корень проблемы он действительно сформировался давно то что формируется долгое время конечно она не решается за считанные дни мы даже за считанные недели получается что проблема она сформирована было реально давно и проблема серьезная проблема в которой нужно изначально было разбираться просто сразу но сразу никто не обращал внимание еще здесь может быть момент что просто партнеры скрывали друг от друга определенные моменты заранее понимая что это усложнит отношения а отношения такая вещь когда они разгораются когда ты начинаешь душой тянуться к человеку и заранее знаю что ты сейчас что-то скажешь о чем ты расскажешь и отношения испортятся или сразу остановятся мало наверно найдется таких смельчаков которые будут рубить правду матку говоря что вот а вот так вот и так именно такая ситуация в этих отношениях и было потому что если бы было было бы честность было бы искренность или сразу вот по мере поступления решались бы все проблемы вот такой вот очень сложной запутанной а здесь мы видим путай на руках такой запутанной ситуации и и конечно бы не произошло пытались игнорировать пытались не замечать делать вид но так как существует определенный корень то рано или поздно в любом случае даст о себе знать как бы ты не игнорировал ситуацию а все равно здесь войдет свои права что собственно здесь и произошло и замешаны в этом не только вы и ваш партнер здесь показана семья не обязательно хотя тоже я этого не исключаю это прям родные и близкие родственники семья братья сестры родители детям здесь может быть просто ближайшее окружение мы очень любим порой советовать другим как лучше жить пытаемся другим людям указывать такие люди здесь однозначно есть которых ты не можешь проигнорировать на которых ты не можешь забить это те люди мнение которых приходится учитывать нравится тебе или нет него здесь вот еще такой вот дополнительный усложняющий аспект в виде посторонних людей ладно если бы только вы и пусть даже понимаю что долгая какая-то ситуация придется долго решать это в любом случае было бы гораздо быстрее вам вдвоем если не имели бы еще других участников ситуации а тут получается у вас партнера может быть одно мнение одно решение а те люди которые взаимодействуют с вами у них мнение другое поэтому здесь не просто проблема проблема которая лихо так закручена и между собой здесь мало договориться здесь нужно еще учитывать других людей и и поэтому вот он камень преткновения когда даже имея возможность имея желание что-то исправить этого желания мало нужно желание всех участников ситуации чтобы все было хорошо мирно хорошо не получается и мирно здесь тоже не не получается давайте посмотрим вашего партнера его мнение в целом потому что сейчас между вами происходит но он здесь подчеркивает что то что произошло это то что должно было произойти то есть здесь он не говорит я не знал я не понимал там я не видел мне почему-то кажется что главная какая-то проблема основная проблема которая очень долго уже длится это было с его стороны ситуация которая возникла со стороны вашего мужчины и если это действительно так то очень странно что он понимая что все может произойти очень неприятно все может очень лихо закрутиться и потом ты не знаешь как будешь решать он просто с вами изначально не начал прорабатывать эту ситуацию если скрывал то почему скрывал понимая если вы были в курсе определенных нюансов то почему он изначально не разговаривал с вами и вы не садились и не думали как это можно решить да даже если просто думали почему в действие здесь ничего не притворялось потому что слова и говорить это далеко не делать вот здесь вот конкретных действий я не вижу чтобы были предприняты а для него вот он логичный итог до то что произошло да он говорит что она так и должно было произойти то есть причинно-следственная связь и у него здесь в плане логики абсолютно нормально все он не пытается здесь юлить он не пытается здесь ну скажем так прикинуться дураком что я вообще не ожидал хотя у нас бывают расклад на моменты когда мужчина до последнего не чувствует что происходит что-то не то а потом для него как гром среди ясного не небо здесь видите все шло к тому чтобы произойти так как произошло мужчина здесь подчеркивает что даже зная что так произойдет он все равно не хотел отпускать вас от себя он не хотел с вами расставаться ваши отношения для него это было что-то личное это было что-то очень родное трогательное выбор то надо было делать здесь про выбор выбор который мужчина не сделал не нашел в себе смелости не нашел в себе ресурсов для того чтобы сохранить с вами то что было для него так дорого конечно здесь про чувства карту это же сами видите здесь и про страсть и два человека которые возможно при любых других обстоятельствах и не заметили друг друга а тут волей случая и обратив внимание друг на друга они поняли что это не просто отношения а это что-то невероятное это или судьбоносная или кармическая для вашего мужчины здесь точно так же и кстати в этом есть проведение действительно здесь все произошло не случайно в этом его урок и здесь человек должен был эту ситуацию предотвратить а он здесь просто спустил на тормоза он настолько боялся вас потерять он вас настолько боялся что вы от него просто оторветесь что он предпочел продолжать ровно столько сколько это будет продолжаться пока это возможно пусть это будет а там а там посмотрим в итоге на что смотреть в итоге сама ситуация сложная и вы друг с другом настолько уже запутались настолько здесь испорченные уже отношения здесь может быть очень сильно подорвано доверие здесь возможно уже от любви до ненависти даже такая здесь амплитуда могла быть что все что когда-то была любовь а сейчас просто вы не понимаете там все ли с вами в порядке было где были ваши мозги где были ваши глаза да вы начали понимать что происходит но здесь мы спрашиваем мужчину и для него конечно это было попыткой сберечь насколько это может продолжаться насколько это будет возможно давайте как он считает кто прав кто виноват оба говорит говорит оба от его мысли да что он думает по поводу того что ситуация сложная серьезная кто должен был принимать решение что в этой ситуации там ли кто в этой ситуации должен был пытаться все исправить разрулить и через двойка пентаклей оба кстати что интересно здесь мужчина говорит что мы оба здесь были виноваты но здесь может так что некое ваше добровольное согласие на начальном этапе особенно если мужчина говорил давал понимать что я там не сахар или я не подарок я не самый лучший мужчина на звете а вы да ладно разберемся да вот уже такое некое согласие пусть полушуткой пусть намеком либо вы изначально знали что этот мужчина ну допустим он не умеет зарабатывать или он подвержен каким-то дурным привычкам каким-то склонностям и и вы надеялись что рядом с вами мужчина поймет что он делает что-то неправильное и он примет решение или здесь ситуация когда у него не было порядка в личной жизни то есть какие-то недозаконченные отношения для отношения которые у него постоянно то продолжаются то начинаются и он здесь мечется а вы об этом догадывались либо знали потому что здесь человек говорит что в этой ситуации конечно мы вдвоем здесь виноваты и в этой ситуации сейчас разгребать приходится нам двоим здесь понятно вот но и мужчина кстати что надо отметить это исключительную логику когда опять же он не отмазывается когда он не пытается здесь спрятаться вот за ширмой ситуации и сказать что я вообще здесь ни в чем не виноваты от меня ничего не зависело но он все чаще и чаще думает над тем что вы вот в том что произошло все-таки как женщина могли интуитивно прочувствовать и интуитивно предложить какое-то идеальное решение которое бы не привело к тем последствиям которые произошли сейчас ему на самом деле сложно ему на самом деле здесь те и тяжело потому что состояние тревожное на здесь вымотал себе уже всю душу вспоминая анализируя но он пусть я скажу так что здесь есть некие обвинения по отношению к вам что вы в определенный момент просто потеряли к нему интерес вы в определенный момент просто опустили руки а это произошло в тот момент когда вы ему больше всего были нужны вот он про что говорит что ваше решение мудрое решение интуитивное решение но могла бы оно могло бы предотвратить самый худший сценарий которые все-таки случился будто бы вам стало не нужно не интересно вот и вы отказались протягивать ему руку и помогать в этой ситуации на вот опять же один на один со своим решение он где-то один здесь в поле него ему очень важно была ваша поддержка пусть словесная эмоциональная но и действия с вашей стороны какие-то вот они бы ему тоже помогли а тут получается один в поле не воин вот вас он просто увидел женщину которая сказала что здесь мне уже не нужно не интересно я просто займусь своей жизнью или буду устраивать свою личную жизнь но уже без тебя тут обида обида тут мужчина кстати сейчас не знает какую роль ему больше всего сейчас стоит выполнять потому что смотрите у нас здесь практически один за одним вышли четыре короля в некоторой степени кстати он здесь проходит урок когда он учится и думать и анализировать и это у него сейчас очень хорошо получается когда он испытал эмоциональные страдания когда он понял что все таки изначально ваши отношения это были его сокровищем это было его чем-то очень личным и он это допускает то есть он здесь не гонит от себя чувства вот он у нас король кубка он здесь понимает что надо было действовать ну да здесь как тоже наверно легче же сказать что вот если бы ты меня поддержала не обязательно ты вот если меня кто-то в этой ситуации поддержал бы если бы кто-то встал бы со мной плечом к плечу мне было бы проще я бы что-то сделал а так получается что от меня отказались показали что не нужно не интересно ну а сам сам справиться в этой ситуации ну во первых сложнее а во вторых а зачем что-то делать если я уже в этих отношениях не нужен ситуация реально сложно потому что те люди которые здесь параллельно вмешаны замешаны ваши отношения это тоже я вначале говорила тот утяжеляющий усложняющий момент который просто так со счетов списать не придется и с одной стороны он себя здесь ответственность не снимает но с другой стороны тоже есть обида на то что и вы отказались встать с ним рядом и в этой ситуации вместе бороться такое на сегодня расклад но я здесь единственное что очень рада что мы увидели мужчину которые здраво начинает рассуждать и которые не говорит все вокруг виноваты меня все подставили бросили там обидели и поэтому вы все плохие один я хороший вот тут вот прям вот здравый смысл проявлен урок в чем-то здесь у нас человек проходит но он сейчас начинает очень сильно меняться резко примеряет на себя разные мужские роли каждый человек проживает все четыре стихии какая-то стихия чуть дольше какая-то стихия чуть быстрее находятся в нас а здесь прям вот чуть ли не каждый день сегодня что-то делаю завтра и у меня меланхолия мне ничего не хочется делать послезавтра я сяду все обдумаю и начну там копить начну писать бизнес-планы идеи какие-то а на следующий день все снова ничего не хожу вот у него эти состояния меняются как вы знаете вот кто-то берет и пленку перещелкивает а ты еще не успеваешь зафиксировать что у тебя на предыдущем кадре было это а тебе уже новый и вот у мужчины также конечно его здесь качает а его здесь бросает из стороны в сторону но трансформация изменение прохождения уроков зачастую проходит а именно так пока ты не примешь какое-то стабильное состояние в котором ты можешь как-то справиться с ситуацией и не будешь в этом состоянии проживать ту ситуацию которая сложилась ну как бы то ни было мы посмотрели мысли мужчины мы построили что он сам думает потому поводу и по той ситуации что сложилось между вами но вывод конечно и резюме делать вам мои хорошие девочки мальчики мои зрители и подписчики на сегодня все мы с вами встретимся уже в новых видео всем пока пока